когда перед тобой стоит много задач у тебя есть риск потерять фокусировку давай представим это на простой метафоре допустим эти фломастеры это твои задачи которые тебе нужно решить и когда маркер лежит задача не решается а когда маркер стоит задача решается представь что моя рука это твой фокус внимания и ты начинаешь решать задачу первую задачу решаешь решаешь вторую решаешь третью решаешь четвертую решаешь пятую вот видишь некоторые задачи уже начинают падать решаешь заново четвертую пятую пытаешься решить еще одну она начинает падать другая у тебя есть еще много других задач которые лежат и которые находятся еще и не в фокусе твоего внимания ты к себе поставил все так же пытаешься решать их одновременно они не решаются какие-то задачи вообще падают и выпадают из твоего фокуса внимание это нехорошо и неплохо это проблема всех амбициозных людей это нормально тебе нужно это знать но запомни эту метафору что вот рука это твое внимание фломастеры это твои задачи когда фломастер стоит то есть ты уделяешь им ему внимание таким образом задача решается когда задача лишь и лежит она не решается чем больше задач ты себе ставишь тем естественно меньше у тебя хватает внимания для того чтобы их решить и как выбраться из этого порочного круга задач становится все больше мы начинаем ставить еще больше те маркеры которые упали они выпали из фокуса твоего внимания те маркеры которые лежат продолжают у тебя тянуть энергию для того чтобы решить эту задачу есть три простых шага первый шаг заключается в том что все задачи нужно просто тупо выписать на бумагу просто составить огромный список почему это важно потому что как мы смотрим на этой метафоре какие-то задачи во время падения улетели улетели со стола и соответственно не находятся в поле твоего внимания не фокусе а в поле поэтому мы составляем большой большой огромный список всего всего что тебе нужно делать чтобы высвободить свой мозг чтобы тебе не держать все это в голове дальше мы делаем простое упражнение мы выбираем из всех задач одну самую легкую самую простую которую можно решить быстрее всего ты выбираешь эту задачу и соответственно решаешь может быть эта задача состоит в том что кому-то нужно позвонить а может быть кому-то написать может быть навести порядок на рабочем столе это тоже задача которая может тянуть из тебя энергию и третий шаг самый важный для того чтобы почувствовать энергию и драйв решающихся задач тебе нужно закрепить это якорем после того как ты решил самую простую задачу тебе нужно подкрепить это якорем как это делается якорь должен быть как словесный так и кинестатический под кинестатическим якорем я имею ввиду что тебе нужно сделать какое-то характерное движение которое будет являться для тебя символом завершенной задачи например многие люди делают так да или ес многие люди делают так ура я это сделал многие люди делают так это круто кто-то делает так зашибись задача завершена тебе нужно сформировать этот кинестатический якорь и у многих людей он уже сформирован вспомни как ты делаешь своим телом когда задача завершена и очень важно подобрать под этот якорь какое-то внутреннее слово которое будет тоже являться подтверждением того что задача завершена это слово да или ес это успех или что-то в этом роде слова у тебя будет свое и когда ты будешь выполнять 3 простых шага составляешь список решаешь сначала самую простую задачу затем подкрепляешь ее якорем кинестатическим и словесным у тебя появляется энергия но самое главное в твоем наборе уже минус одна задача